А наша следующая пара не любит осень. Из чего ты эта Ира взяла? Осень, это же прекрасное время года. Во-первых, ты посмотри на термометр. Такую осень никто не любит. А во-вторых, им уже неделю снятся зимние сны. Один из них они нам сейчас даже покажут. Наша олимпийская чемпионка – боец. В общем-то, по идее, ей бы сейчас в больнице находиться, но она взяла и приехала. Ну, в двух словах, ничего криминального. Это просто обострение моей почечной болезни, которая сопровождает меня уже два года. Ну, так случилось. Нервы, стресс, холод опять-таки поспособствовали. Ну, ничего. Нам сказали, что, в принципе, вы можете сегодня не катать, и это никак не повлияет на ваши очки, вы прокатите в следующий раз. Но, в общем, Таня знала это, и все равно взяла и приехала. Я ей говорил, мне надо не приезжать, давай я с тренером откатаю, один откатаю, я себя подниму за волос. Но нет, приехала, и, конечно, я просто снимаю шляпу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это вот презрение к собственной физической боли ради другого человека, это вообще выше всяких... Это вообще безоценочно. Если бы можно было не ставить оценки, это была бы самая высокая оценка, потому что это, конечно, даже не обсуждается. Вот. У меня не было сомнений никаких. Тимур, ты же выступал в нашем проекте, знаешь, что такое стоять здесь на этом льду, скользком, холодном. А как сложно сидеть и смотреть на это все, переживая. Ты просто сними очки, будет полезно. У меня не хватит сил, чтобы рассказать о том, что я сейчас почувствовал, потому что я знаю и подоплеку всего того, что здесь происходило. Так много факторов, которые, естественно, играют в минус. Но, во-первых, я хочу еще раз сказать мое браво и низкий поклон Татьяне Татьмяниной, потому что, превозмогая боль, ты не можешь не быть чемпионом, когда ты вот такой, когда ты из этого теста сделан, когда ты не можешь по-другому. И могу сказать, ребята, всегда есть к чему стремиться, но ваше обаяние – это действительно вещь, о которой не стоит забывать, и это всегда играет в плюс. Спасибо огромное. Спасибо, Тимур. Татьяна Анатольевна, есть такие ситуации, когда и были в нашей с вами жизни, когда травмы, но мы закрывали глаза на определенную боль и знали, что мы друг друга подвести просто не можем, не имеем права. Вот это по-настоящему, наверное, чемпионское мышление. Вот ты все и сказал почти. Спасибо, Татьяна Анатольевна. То, что я хотела сказать. Но Танюха – это отдельная статья, потому что она преодолевала боль очень серьезную сейчас. И сейчас, и тогда, и дай бог, чтобы никогда у нее она не повторялась. И только такие спортсмены становятся олимпийскими чемпионами. Спасибо тебе за это большое. Я тебя обожаю. И даже я хочу похвалить Аскара, потому что он делал сегодня… Вы видели, какие беговые в другую сторону? Нет, ну какие гросс-роллы. Не наехал на ее платье. Он даже про это и не знал. Это я волновалась. Вот здесь, когда она лежала в такой красивой позе, а он ее вез. Не наехал ей на платье. Слава тебе, Господи. Вот. Потом разогнал ее подсечками назад. Между прочим, не каждый в проекте это может делать. Потом она его провезла на одной ножке. Он делал вид, что она у него высоко поднята и не согнута. Но это было действительно… Это было в музыке и в танце. Аскар, ты сегодня держал Татьяну как в хрустальную вазочку. Пожалуйста. Это, наверное, какие-то новые ощущения. Ведь ты понимаешь, что от тебя сейчас зависело просто все. Ну, я, во-первых, хочу сказать Тане огромное спасибо. И просто, я не знаю, снимаю шляпу за то мужество, с которым она… Вы не представляете, что она сейчас ощущает. Спасибо огромное, жюри, за такую высокую оценку. Мы понимаем все прекрасно. Но в любом случае спасибо. Татьяна, понимаю, что тебе сейчас очень сложно говорить. Но скажи, это вот спортивная закалка тебе сегодня помогла? Или просто не было выбора? Ведь можно было бы сняться с одной передачи? Можно, но, к счастью, я в спорте провела бок о бок с Максимом Марининым. Почти 18 лет. И я знаю, что такое подвести партнера. Поэтому в данном случае я бы подвела не только партнера, а всю команду. Потому что, да, я двое суток провела в больнице. Но при этом и Аскар, и Илья, и Лена Станиславовна, и Маша Орлова все стояли друг рядом с другом, поддерживали, кто учил, кто подсказывал. И, в принципе, я сегодня пришла, я могу сказать, выучила танец. И вот мы его проехали. И, если честно, у меня даже нет силы радоваться оценкам. Хотя я безумно благодарна членам жюри. Потому что каждый из них был здесь и знает, как это сложно. И спасибо большое вам за поддержку. И мы будем работать. Мы будем стараться исправиться и быть еще лучше. И, Татьяна Анатольевна, спасибо огромное, что заметили мои беговые назад. Я так старался. Ну, слушай, я еще не слепая. Спасибо. Спасибо. Спасибо.